Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем наши приключения в The Elder Scrolls Online. Итак, 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 что у нас на сегодня? У нас на сегодня вес трёх корон. Так, окей, нам удалось убедить. И это хорошо. Я, кстати, не совсем помню мне. Сюда или нет? Ну, наверное, сюда. Я вот, кстати, сейчас чего подумал-то? Я-то, по-моему, телепортацией куда-то. И я очень надеюсь... Да вы издеваетесь. Ё-моё! И что, проходить всё сначала? Ё-моё! Да это же просто жесть какая-то. Ну, как так-то? Я же это всё уже проходил. Капец. А если вот так... Опа! Не. Тьфу, а как... Ну, как же так-то? Капец. Ладно, друзья, тогда я... Не буду, наверное, вас мучить опять просмотром всё тех же диалогов. Потому что всё это мы уже с вами, да, в прошлой серии прошли. Непонятно, почему оно всё сбросилось. Очень странно. Что ж, поэтому, я думаю, увидимся уже после того, как я... Дойду до той же... До того же момента в этом квесте. Итак, друзья, вот, наконец-то, я дошёл до этого момента, где мы остановились с вами в прошлой серии. И что ж, наконец-то, заходим в портал в Хладную Гавань. Хладная Гавань. Ужасный план Обливиана. Вместилище смерти отчаянное и нескончаемой жестокости. Это царство Малагдра, стремящегося поработить всех. Так. Опа! Кадвал, опять ты, родной. Все выжили, да? Замечательно, замечательно. Где все? Не повезло. Все они прибыли в Хладную Гавань, но оказались в совершенно разных местах. Эти порталы в Обливиан крайне непредсказуемы, не говоря уже об обороне Малагбала. Вокруг множество противных монстров, так что тебе пора уходить. Иди через мост на остров и будь молодцом. Добро пожаловать обратно в Хладную Гавань, старый друг. Рад тебя видеть. Я уже побоялся, что ты помер. А что находится-то за мостом? За каким мостом? Здесь есть мост? Хм, хм, хитрые штуковины. Эти мосты обычно... Под ними живет куча разных отвратительных созданий. Но не под этим. Этот ведет в пустынный город. Пустынный город. Ужасное и скучное место, и смотреть на него больно. Но думаю, именно там тебе и надо начать свои поиски. Поиск. Какое сказочное слово. Поиск, поиск, поиск. Мне нравится, как она перекатывается у меня на языке. Хорошо, я отправляюсь в этот пустынный город. Добро пожаловать обратно, старый друг. А где именно-то я нахожусь? Так... Расскажи мне... У меня странное чувство, что мы уже разговаривали на эту тему. Разве раньше я этого не упоминал? Неважно. Я сэркадовал неустрашимый. Придворный рыцарь холодной гавани. Так... Окей, братан. Спасибо. Эм... Так, и что ж, куда мне? Ага, ну мне прямо. Окей. Не вопрос. Да, мост такой. Ладно, бить не будем пока. Хм. Странно. Окей. Почему не стал бить, по той причине, что, возможно, это дружелюбный какой-то NPC-шник. Так, найдена локация пустынный город. Опа. Что-то тут происходит. Смотрительница. Очень немногие осмелились бы войти в царство князя убийств по собственной воле. Это твое деяние складывается из равных частей храбрости и глупости, но думаешь, что это именно то, что нам сейчас нужно. Мы ждали тебя, ходящий между мирами. Кто ты? Ты можешь назвать меня Смотрительницей, я одна из немногих выживших. И я забочусь об этом городе, магия, которая защищает эти стены и бережет нас от опасностей, нуждается в постоянной подпитке и максимальной заботе. Где мы? Первоначально название города не имеет значения. Сейчас это пустынный город, и он готов принять жителей. Это идеальное место для начала наступления на Малакбала. Этот город защитит нас от опасностей и хладной гавани. В ней... в него просто нужно вдохнуть жизнь, и он вернется к своей былой славе. И здесь я должен собирать свою армию? Мг. Возможно. В хладной гавани нет более безопасного места. Власть Малакбала не распространяется на пустынный город. Так было задумано, и так есть. Пожалуйста, пойдем со мной. Позволь мне показать тебе, почему этот город отвечает твоим потребностям. Я готов. Веди. Смотри и слушай. Показать проще, чем долго, и подробно рассказывать эти улицы пронизывает история города. Немного магии, и я раскрою ее перед тобой. Пойдем-ка прогуляемся. Ну, погнали. Когда-то давно этот город перебывал в Нирне. Он был живым и энергетичным. Энергичным. И носил другое имя. Энергетичным я назвал. Однако. Его жители посвятили себя служению князю Меридии. Источнику света они жили в мире и оградили себя от любой опасности. Но у Меридии есть враги, такие как презренный Малакбал. Князь убийства отравил своих приспешников из Хладной Гавани, чтобы уничтожить ее любимый город. Нет, не отравил, а отправил. Что-то я туплю Децел, но не критично. Главное, субтитры активировал. И это хорошо. Защитники города делали все возможное, но они не могли тягаться с силами Малакбала. Все, кто оказался за стенами, были убиты. Но воины и маги сумели закрыть ворота. Может, тут еще и торговцы будут. К нашей удаче, город посетил король Аллейдов Лалориан Динар. Опытный воин и тактик, он быстро возглавил оборону города. Король Аллейдов в одиночку защищал одни из ворот. Когда он сражался, то молились о помощи, и его молитвы были услышаны. Меридия испытывала сострадание к своим последователям. Но в случившемся она также видела открывающиеся перспективы. Открытый портал Малакбала работал. Меридия оградила город и оттеснила его в хладную гавань. Город добрался к неприкосновенности, но многие его жители были убиты, либо рассеяны по всей территории. Тем не менее, Меридии удалось невозможное. Она воткнула кинжал в спину Малакбала. Часть его царства оказалась в ее власти, и он не мог добраться до нее. Но оставшиеся в живых потеряли веру. Один за другим они покидали безопасные пределы города, чтобы попытаться вернуться в Нирн. Они были глупы и заплатили дорогую цену за то, что отвергли завет Меридии. Меридия предвидела, что однажды наступит благоприятный момент. Самоуверенный Малакбал, чемпион из другой реальности. В этот день пустынный город превратится в координационный центр для нападения. А теперь я говорю, что этот день наконец-то наступил. Великий маг Ванус Галерион, король Алейдов и ты, наша последняя надежда. Вы должны собрать своих союзников и привезти их сюда. Этот город должен хорошо послужить вам против Малакбала. Знай, что каждый сделанный тобой в Хладной Гавани выбор отразится на судьбе пустынного города. Он будет возрождаться с каждым человеком, которого ты спасешь и превратишь в оружие своим собственными руками. Я твой советчик. Мы оба желаем прекратить махинации Малакбала. Я готова предложить тебе любую посильную помощь. Пустынный город готов принять тебя и твоих союзников. Используй его с умом. Он не подведет вас. Каков следующий шаг? Тебе нужно вернуть тех, кого мы потеряли. Король Динар, Иванус, Галерион играют жизненную важную роль. Они оба должны быть с тобой. Спаси своих пропавших товарищей, верные пустынному городу и облую славу, и сможем начать атаку на Малакбала. Конечно, тебе понадобится больше, чем просто король и маг, но они так же хорошо в качестве отправной точки, как любые другие. Другие пленники в этой реальности твои союзники. Или станут ими в ближайшее время. Все они сыграют важнейшую роль в этом начинании. И остальные? Пока ты ищешь мага и короля, ты наверняка встретишь и других, кому тоже нужна будет помощь. Ищи тех, кто вызывает у тебя доверие, и тех, кто готов был бы присоединиться к нам здесь. А маг и король? Где я могу их найти-то? Ступай на запад. Мимо безлунных троп, там ты найдешь короля Аллейдов, заточенного в башне темноты. Магванус находится где-то в восточной равнине, но точное местонахождение мне неизвестно. И я найду короля и мага. Я бы рекомендовала тебе сначала отправиться на запад на поиски короля Аллейдов. Но решение за тобой. Если ты хочешь освободить короля Динара, тебе придется восстановить светочи Меридии. Свет — это именно та сила, которая разобьет темные оковы его тюрьмы. Окей, что такое светочи Меридии? Эти светочи были дарованы городу самой Меридии. Их сила защищала город и упрощала жизнь его обитателей. Когда Меридия столкнула город в хладную гавань, то еще больше насытила светочи своей божественной силой. И как не использовать их, чтобы освободить короля? Король Динар пленен в Башне Тьми. Связан темными и черной магией. Светочи Меридии способны распутать эти узы. Без них ты не сумеешь освободить короля Аллейдов. Где же мне искать светочи-то? Как ты наверняка уже заметил, царство Малагвала имеет собственные способы защиты. Все, что попадает в этот план, как правило, рассеивается. Именно это произошло с твоими союзниками. Это же произошло и со светочем. Они могут быть где угодно, но скорее всего их хорошо хранят силы Малагвала. Нет ли у тебя какого-нибудь более четких ориентиров для меня? Боюсь, только слухи. Я слышал рассказы о странной тюрьме на северо-западе. Башня, которая не башня, там содержит один из светочей. И еще щепотки от гнусной лаборатории на юго-востоке, где искажают чистоту другого светоча Меридии. Ну что ж, понятненько. Так, и того, надо бы отметиться возле сначала... Опа! Сначала отметимся, а потом пойдем дальше. Так, где там? Дорожное. Ага, вон оно, вижу. Дорожное светилище. Опа! Успешно найдено. И это хорошо. Все, я думаю, теперь мы можем смело выходить. И двигаться далее. Какое-то дорожное светилище еще вот тут. Можно было бы тоже его, в принципе, посетить. Или попробовать посетить. Есть у меня ощущение, что туда лучше не попадать. Ну ладно. И так. Ого! Это что-то не то. Можно заскочить в башню, в принципе. Ага, ясно. Он заскочил. И кто у нас тут? Гвиллер. Башня лжи. Я могу это сделать. Правда, я могу. Все, что мне нужно сделать, это... Ох! Да кого я обманываю? Я не могу этого сделать ни за что. Чего я вообще решил пойти в гильдию бойцов? Что ты здесь делаешь-то? Пытаюсь решить, что делать дальше. Есть гильди бойцов. Нас напали до Эдра. Они схватили моих товарищей. Забрали их в тюрьму. Туда и вниз. Но я всего лишь разведчик. Я не умею сражаться с до Эдра. Но могу поспорить, ты умеешь. Как ты попал-то в эту тюрьму? Там был портал. Им пользовались до Эдра. Но он исчез. Как я понимаю, единственный способ попасть туда теперь спрыгнуть в воду. Если у тебя хватит храбрости, сделай это. Найди Скорда. Большой орк. Он всегда знает, что делать. Окей. Так. Ага. Прыжочек. Опа. По красоте я спрыгнул. Хоть не разбился. Это радует. Ты что, просто взял и спрыгнул в эту помойную яму? На одной из двух. Либо ты невероятно отважен, либо жутко глуп. Как по мне, так и то, и другое понемногу. А, Гвиллер прислал меня на подмогу. А, ну еще бы. Точно слабо. И если бы он не был... Мы бы попали в эту передрягу. Ага. Этим местом заправляет Дримора маг. Разум. Туманится. Воля рушится. Я не могу собрать своих солдат. Так чем же я могу помочь? Эти жирные мерзавцы... О, гримы. Утащили моих друзей. Мы вместе вступили в гильдию. Нельзя, чтобы их пытали Агримы. Спаси Сен-Пей, Баргата и Викарда. Я найду надсморщика Аруза. И тогда мы с тобой разделаемся с ним раз и навсегда. Конечно, ты делаешь. Так. Окей, там по мелочи что-то он рассказал нам. Так. Где Викард? Ага. Братан. Отлично. Ты свободен. Ага. Ну, там Агримы. С ними там кто-то разбирается как раз сейчас. Нифига себе, тут этих Агримов нарезали. На фарш просто. Так, сориан. Это ж не то. Почему-то есть ощущение, что мне наверх. Но это только ощущение. Угу. 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 Жаль. Походу, его убили. Почему я не вижу. Почему я не вижу. Ого. Дерево выросло. Что-то я не пойму. А, вот он прячется. Как все прошло. Мои спутники в безопасности. Баргат не выбрался. Но мне удалось освободить Цинфей и Викарда. Проклятие. Баргат был хорошим солдатом. И добрым другом. Все равно, спасибо тебе за что, что помог остальным. Я высматривал надсмотрщика Аруса. Но он еще не выходил из своих палат. Нам нужен его ключ. Зачем нам ключ надсмотрщика? Это ключ от прохода в следующий ярус. Туда они увели капитана Эйварма. И капитана Арак. Если из этой назойливой ямы есть выход, то он там наверху. Когда достаешь ключ, поднимись наверх и найди капитана. Окей. Поехали. Ключ у меня. Оу. А тут что-то посерьезно. Ух, нихера себе. Кьюшечка. Пошла Кьюшка. Вызываем. Там что-то что-то. Ох, нихера себе. Ё-моё. Ё-моё. Давай, давай. Черт. Чего я не заблокировал? Лежать. Ху. Ё-моё. Хватай ключ. Он там в сундуке. Я пойду проверю, как дела у других. Встретимся у двери в проход. А я что, не схватил ключ? Отлично. Да, могли меня и убить. Куда там нам дальше-то? Ага. Сюда? Да. Интересно. Не, нифига не сюда. Сюда. О. Гляньте. Я уж подумал, у него голова горит. Так. Поговорить с капитаном. Ага. Вот здесь уже все зачищено. А не, не все. Отлично. Минус агрим. Ооу. Ооу. Сразу два. А это плохо. Минус еще один. Замечательно. Свободен, братан. Замечательно. 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 Опа, там мне подмога. Успех. Так. Сколько там нам еще бежать? Совсем чуть-чуть. Прибыли. Башня лжи. Так. И что тут у нас? А где паренек? Давай, помоги мне. Алло. А где паренек? А где паренек? Отлично. Отлично. Это круто. Ух ты, а у него, конечно, левел. Похоже, крайне высокий. Ох, смертный. Ты такое любопытное существо. Что ты здесь делаешь? Ты ведь не думаешь, в самом деле, что и отвечу на этот вопрос, маленький смертный. И излишне упоминать, что меня забавляет оставаться здесь и наблюдать за твоими потугами. Не волнуйся за мою беспомощность. А, безопасность. Младшие доедра не способны навредить мне. Ты знаешь, где найти капитанов гильдии бойцов? О, да. Наблюдать за ними очень интересно. Они бьются в сети, которые не видят. Но это очень смешно. Вами так легко манипулировать, смертный. С вами так забавно играть. Нет, маленький смертный, я не твой тюремщик и не твой мучитель. Я всего лишь сторонний наблюдатель, который находит только удовольствие о вашей затруднительном положении. Почему тебя заботит моя судьба? Даже если бы я захотел объясниться перед тобой, сомневаюсь, что ты способен это понять. Политика обливина слишком запутана для примитивного смертного разума. Можешь помочь мне освободить их? Я не стану мешать тебе, милый смертный. Считаю это достаточной помощью. Но знай, что выбраться отсюда в настоящий момент, ну, скажем так, невозможно. Я подозреваю, что ты исправишь это в самое ближайшее время. Окей. Так, мне куда? Мне наверх, наверное, куда-то. Да, совершенно верно. Капитан. Шпионы. Тут повсюду шпионы-убийцы. Саккорда отправил меня разыскать тебя. Скорда? Он может быть одним из убийц. Подосланный Харак. Ты тоже можешь быть одним из ее шпионов. Никогда не доверяй оркам или шпионам. Блаженная. Леки. Я просто уже не знаю, кому или чему можно верить. Это место меня достало. Всех нас достал. Я не шпион. Я пытаюсь помочь. Именно так сказал бы любой грамотный шпион. Не мешало бы доказать, что ты не иллюзия. А вот что я тебе скажу. Мой меч остался там, от оковавших нас агримов. Ты достанешь для меня меч, и мы поговорим. Встретимся возле лагеря. Окей. Тут давайте, что там у него. Хорошо. Где там твой гребаный меч? Ух ты. Ладно, давайте найдем его. И где он? Ага. Короче. А. Опа. А вот и он. Меч капитана. Взяли. Отступаем. Видать, агримов кто-то убил. А они зараспавниться еще не успели. И это хорошо. Так. Кэп, где ты там? Чуть я потерял твое местоположение. А. Это обойти, короче, надо, что ли? Ни хрена себе, да тут обходить. Очень долго. Значит, не будем обходить, а пройдем сквозь. Не знаю, правда, как потом забраться наверх. Но ничего, сейчас разберемся. Хотя, может быть, он и не наверху. На самом-то деле. Так, подождите. А почему меня опять сюда запхнуло? А, ну, наверное, подняться наверх. Ё-моё. Ребят, сорянчик. Я тут так чисто проездом. Оу. К ходу. Сколько вас там? Ох, ни хрена себе там отряд. Сорян. Но я мимо. Мимо. Так, и, походу, вышли мы туда, откуда начали. Ох, тут этих наблюдателей, а. Все, те отступили, и это хорошо. Где тут наша? Вот. Кэп, держи. Ладно, я убедился, что ты не иллюзия. Скоро, а Скорда тоже ручается за то, что ты настоящий. Он не бросает слов на ветер. Я достал твой меч. Я был практически уверен, что ты не отдашь мне его, а попытаешься меня им заколоть. Здесь трудно доверять хоть кому-то. Если ты заметил, ситуация накаляется. Аррак едва сдерживается, чтобы не кинуться на нас. Нам нужно с этим что-то делать. Есть идеи, как лучше провернуть это дело? Аррак говорит, что без шлема не может заставить голоса замолчать. Она сказала, что за шлемом присматривает. Наверное, она имела в виду наблюдателей. Может, шлем успокоит ее? Я найду шлем. Так, окей, где шлем искать-то? Прямо по курсу, да? Ну, поехали. О, черт. Как всегда я. М. Оп, шлем получен. И что ж, теперь? Теперь нужно вернуться. Каким-то образом. А, ну, понятно, по мосту. Ничего сложного. Так. Мадам? Это место странно влияет на разум. Откуда мне знать, что ты не пытаешься отвлечь мое внимание, пока... Эйлрам подкрадывается ко мне со спины, чтобы меня прирезать. Погоди-ка. Это и правда мой шлем. Я в растерянности, но ветераном убил моего друга. Ты убил Ифриза. Эйлрам, о чем тут еще говорить? Приди в себя, Арак. Ифриз не один из наших. Он сволочь. Тобой манипулирует. Вот наши списки. Ты не найдешь в них Ифриза. Дай мне взглянуть. Я уверена, что знала его. Да так? Нам нужно как-то выбраться из этой башни лжи. Кто это? Что это? Дримора? Я начинаю уставать от этого. Пришло время положить конец вмешательству Ифриза. Ты хочешь убить Ифриза? И я хочу увидеть его мертвым. Мне кажется, нам есть что обсудить. Помощь от Дриморы? Почему это вызывает у меня доверие, а? У нас общая проблема. Маленький и смертный. Имеет смысл попытаться решить ее вместе? Раньше ты не выглядела заинтересованной. С чего бы тебе вдруг предлагать помощь? Но ведь у каждого из нас есть свои причины что-либо делать, верно? Ифриз создал барьер, который перекрывает выход из этой тюрьмы. Устрани Ифриза, и барьер падет. Но если ты собираешься убить Ифриза, то сперва тебе придется как-то его найти. О, как это мило. С твоей стороны Ифриз прячется за иллюзиями. Я убрала их. У нас есть кое-что принадлежащее мне. Я хочу это вернуть. Убей его, и оба наши проблемы будут решены. Но поторопись, он скоро обнаружит, что его защита пропала. И снова спрячется. Так, хорошо, куда мне двигаться? Мне кажется, что он сейчас через верх. Есть у меня ощущение, что вот здесь он меня ждет. Давай-давай, иди сюда. Давай-давай-давай. Подходи, малыш. Давай-давай, двоечка пошла. Свободен. Так, а мне там братаны помогут, да? О, отлично. Ой-ой-ой, иди он. Замечательно. Клянусь кровавой булавой молоката. Я чувствую себя намного лучше. Это невыносимое облако страха, и замешательство наконец расселось. Я так понимаю, что это твоя работа. Я убил его. Я догадалась. Как только Барьер Палмы начали отправляться отсюда людей порталом. Мы видели его перед тем, как нас захватили в плен. Там мы пытаемся перегруппироваться. Тебе тоже нужно выбираться отсюда. Просто хочу убедиться, что все остальные добрались до портала. Кстати, ты произвел впечатление на Скорда. А это непросто. Найди его на той стороне. И он хочет поговорить с тобой. Так, на той стороне, да? Давайте. Дискорда. Свет очмериди. Опа. Отличненько. Используем портал. А вот и Скорда. Ты помог выбраться нам за этого ужасного места. Я этого не забуду. Я рад, что ты выжил в башне лжи. Ох, он щиток дает. Ну, спасибо. Так. Итак, друзья. Вы освободили гильдию бойцов и получили свет Меридии. Что ж, друзья мои. Думаю, на этом мы остановимся. Гильдию бойцов мы успешно помогли. В следующей серии, я так предполагаю, что отправимся мы уже помогать гильдии магов. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok